Аппаратное совещание открыл и провёл губернатор Алексей Русских. Начали с минуты молчания по погибшим в страшном теракте в Подмосковье. Глава региона подчеркнул, что преступникам не удалось запугать россиян. Общая беда лишь сплотила нас и сделала сильнее. Группа угрожённых нелюдей ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл». Их ладнокленно остреливало людей, мужчин, женщин, детей, стариков, инвалидов. Всех, кто пришёл в этот день на концерт. По последним данным Следственного комитета погибло 137 человек, из них трое детей. В короткий срок все теористы были задержаны сотрудниками спецслужб. Сейчас все они арестованы. В Ульяновской области делают всё необходимое, чтобы предотвратить паводок. Проверили готовность гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. На территории региона находится 39 безхозяйных гидротехнических сооружений. Составлен график их осмотра МЧС России, Ростехнадзором и представителями водоресурсов на территории Ульяновской области. На сегодняшний день обследовано ГТС на территории Старокулаткинского района, Павловского района, Новоспасского района и Николаевского района. Главам муниципальных образований даны все соответствующие указания. Данные ГТС-обследования не представляют угрозы для населённых пунктов. И уровень прудов понижен. В своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил задачи по газификации садоводческих некоммерческих обществ. На территории Ульяновской области задачу решают активными темпами. Сейчас, если СНТ находится в газифицированном населённом пункте, то газопровод проводится до границы СНТ. Далее собственники домов за свой счёт протягивают газопровод до своего дома. Новый проект постановления изменяет эти условия. Предполагается, что СНТ, находящийся в границе населённого пункта, который газифицирован, данный газ будет доведён до границы земельного участка. Следовательно, собственнику домовладения нужно будет заплатить только за протяжку газопровода внутри своего земельного участка. Но для этого должно быть пара условий. Домовладение должно быть капитальным и должно быть для постоянного проживания. Земельный участок должен быть оформлен. На территории Ульяновской области реализуют национальный проект здравоохранения. В его рамках в прошлом году было закуплено новое дорогостоящее медицинское оборудование. Аппараты УЗИ, 24 аппарата эндоскопического оборудования, 7 аппаратов мониторирования сердечной деятельности. Также закупили 51 автомобиль для районных медицинских организаций. Построили 24 фельдшерско-акушерских пункта и одну амбулаторию. В этом году также планируется приобрести 107 единиц медицинского оборудования, 27 единиц автомобильного транспорта. И, как вы уже сказали, Алексей Юрьевич, завершить строительство 6 фельдшерско-акушерских пунктов и одного офиса врача общей практики, завершить капитальный ремонт 9 объектов. Губернатор на аппаратном совещании поручил привести в порядок трассы и убрать воду с проезжих частей. Расчистить территорию от снега, грязи и мусора в городе и в области, чтобы не допустить паводка. Также обсудили подготовку к весне и лету. Ко дню Победы в Ульяновске расцветут тюльпаны, а к лету оформят 160 цветников на площади почти 14 тысяч квадратных метров. Валентина Никонова, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.